Продолжение следует... Продолжение следует... На том же месте, а в тот же столб, превышение скорости в дождливую погоду привело в Дербенте к аварии, в которой погибли два человека. Поразительно, что точно такое же ДТП водитель совершил ровно год назад. Тогда мужчина, как и сейчас, совершил наезд на опору линии электропередачи, вследствие чего с ушибом головного мозга длительное время находился в коме. Ситуация повторилась, однако это ДТП не только для него, но и для его пассажира оказалось смертельным. Жители Дагестана ведут самый здоровый образ жизни в стране. Об этом свидетельствует рейтинг регионов по приверженности населению к ЗОЖ, подготовленной РИА Новости. Исследование проводилось на основе нескольких показателей. Доли жителей, занимающихся спортом, потреблением табака и продажей алкоголя, числа преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии. Первые три места, как и в предыдущие годы, заняли регионы Северного Кавказа. На первом месте – Чечня, на втором – Дагестан и на третьем – Кабардино-Балкария. Более 500 человек со всех уголков России приехали в Сбербаш для участия в Северокавказском молодежном образовательном форуме «Каспий». В нашей республике он проходит уже в десятый раз и в этом году посвящен добровольчеству. Всем участникам от 14 до 35 лет. Они смогут пообщаться с ведущими экспертами в сфере волонтерства, знакомиться с новыми тенденциями и посетить популярные туристические локации. Но самая главная цель – защита своих проектов для получения грантовой поддержки. Всего в этом году на форум было подано более 4,5 тысяч заявок. Каспийск в день города 17 сентября масштабно отметил свое 76-летие. Мастер-классы, ярмарка, развлекательные и спортивные программы, конкурсы, тематические площадки и полевая кухня. Все это с утра ожидало жителей и гостей в честь праздника. Поздравили Каспийчан с радостным событием представители городской администрации, депутаты и делегации из Калуги и Ижевска. Отметим, что в этом году Каспийск впервые отпраздновал свой день рождения в новом статусе – город трудовой доблести. На территории пещерного комплекса «Салатау» прошел фестиваль народной музыки «Играй душа» в честь столетия Расула Гамзатова. Главными участниками мероприятия стали лауреаты конкурсов чтецов и пандуристов. Свои номера представили и республиканские ансамбли. Участников фестиваля наградили дипломами и денежными подарками. В завершение мероприятия была проведена экскурсия к самому пещерному комплексу, где и было представлено лазерное шоу о жизни и творчестве Расула Гамзатова. Ночью, с чувством незнакомым, проснувшись над грибой облаков, я написал в тиши родного дома две строчки по 12 слабых. Телеканал ННТ и фонд «Инсан» продолжают рассказывать о тяжелобольных людях, которые нуждаются в помощи. Сегодня в нашей с вами поддержке нуждается 63-летняя Асият Магомедова. У женщины серьезные проблемы с позвоночником, и она не может ходить самостоятельно. А необходимая реабилитация стоит немалых денег. Подробности у Ларианы Шамкалаевой. Эти боли очень сильные. Терпеть не могу. Такие боли, боли. Сейчас тоже так же. Он никогда ход еще. Такие же боли сейчас тоже. Не могла ходить. Не могу даже говорить эти боли никому. У меня это внутри все болело. Эти ноги, судороги, это все. Асият Магомедова даже не в состоянии подобрать слова, чтобы описать ту боль, которую испытывает ежедневно с 2011 года. А последние три года мучения только усилились, говорит ее дочь Раисат Магомедова, которая ухаживает за матерью и следит за ее лечением. Мы ее сначала в Кизелерте лечили, потом оттуда привозили в Елец, это Липецкий район, потом в Липецк. В один момент маме просто надоело ездить, вот эти тряски дорожные. И она доверилась кизелертовским врачам, неврологу. И этот невролог, ну как бы, видя все диагнозы, он просто выписывал домашнее лечение и отправлял обратно домой. Ну ничего, все вылечишь. После лечения на дому стало лишь хуже и пришлось переходить к серьезным мерам, а именно к решению проблемы операбельным путем. Операция была сложнейшая, как сказал и заведующий, и хирург, которые ее оперировали. То, что, да, пять с половиной часов она длилась, кровопотери было много, но в целом она как бы выдержала неплохо. В реанимации она продлежала сутки. И после этого, ну как бы, нас врач-хирург предупреждал о том, что необходимо до полугода реабилитации, ну как бы полноценная и хорошие доктора, которые будут хорошо ее реабилитировать, чтобы она могла уже дальше ходить. Однако ходить осият не может до сих пор. Передвигается она только с помощью дочери или на инвалидной коляске, подаренной фондом. При этом надежда на выздоровление, по мнению врачей, есть. Вот только у семьи практически не осталось средств на лечение. Священная Аллах, тоже поможет Аллах мне. Кто сможет, может на ход копейки тоже добудет. Немножко ход ходить. Могла бы ничего. Аллахмадулля сказала. Так как требуется реабилитация, она находится на территории Махачкалы. И выезжать, слава богу, никуда не нужно. И сумма составляет 210 тысяч рублей. Да, сейчас для нас это неподъемно, так как уже, которые были скоплены средства, они потрачены. Кто сможет, как сможет. Помогите, если есть возможность. Будем очень рады каждой копейке. Хочется, чтобы заново мама пошла. И также радовала и внуков, и детей. Сложно смотреть на то, что происходит. Да, хочется как-то помочь и вот этот весь процесс ускорить. Поэтому фонд Инсан открывает сбор для Сият Магомедовой в сумме 210 тысяч рублей. Лечение поясничного отдела позвоночника – это очень сложный и дорогостоящий процесс. Женщина очень надеется на очередную реабилитацию, после которой боли перестанут ее мучить. И она снова начнет ходить. Мы с вами тоже можем помочь. Для этого просто нужно перейти по QR-коду на экране и подтвердить перевод. Ларьяна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. В городах и районах республики широко отметили первый день месяца Рабиу-Ляваль. В Каспийске мероприятие прошло на главной площади, где собрались горожане, представители Муфтията республики, богословы и именитые спортсмены. Праздник был организован по инициативе председателя Совета имамов города Мурада Исмаилова. Очень теплое впечатление. Побольше таких мероприятий, дабы многие такие, как я, так скажем, которые хотели бы знать больше о религии. К моему огромному сожалению, я не столь сильно в религии. Но сегодня узнала очень многое. Когда мы организуем такие мероприятия, уважаемые братья, это становится причиной, чтобы Аллах нас сохранил, чтобы Аллах нас уберег от всего плохого, от всех бед. Мы сегодня видим, дорогие мои братья, что творится в Либии, что творится в Марокко, что было в Турции. И вот такие мажорисы, когда мы организуем, в таких мажорисах, пророк Савел Аллаху А.С, когда люди организуют такие барракатные мажорисы, их окружают ангелы милости, уважаемые братья. И в таких мажорисах, когда мы просим Аллаха, когда мы делаем дуа, этот дуа тоже принимается, дорогие мои братья и сестры. Не стало исключением и Докуспаринский район. В селении Калакюрия также провели Мавлит, вознаменование начала месяца Рабиу-Ляваль. Я хочу попросить Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах принял сегодняшний мажорис, чтобы этот мажорис стал причиной влащения наших прежних духов, приближения нас к милости Всевышнего Аллаха. Хочу также поблагодарить главу Докуспаринского района, Хан Сахар, Хантушик, Благодарю, пусть Аллах раздастся за все, что ты делаешь для этого Нового. И также не могу не отметить нашего земляка, нашего старшего брата Сульмана Мусаидовича. То, что он делает, мы все знаем. Хвала Всевышнему, что наш народ сплачивается во имя Всевышнего Аллаха. Иншаллах, пусть Всевышний примет все благие деяния всех людей. Я очень рад всех людей встретить здесь, видеть здесь их счастливые лица, которые они с таким удовольствием, счастьем приехали поддержать мероприятие, участвовать в нем. В Махачкале прошло открытие женского ресторана «Венерди Вумен». Программа мероприятия получилась насыщенной. Презентация блюд, исполнение нашидов, викторины и подарки от отдела просвещения прямо в Тияте Республики. О концепции нового пространства в сюжете Патимат Ханаповой. Песня «Венерди Вумен» Открытие первого женского ресторана прошло в яркой и уютной атмосфере. Каждого гостя вечера встречали у входа с розами. Среди приглашенных известные блогеры, профессионалы своего дела из абсолютно разных сфер. Новое пространство объединило разных, но по-своему прекрасных дагестанских девушек. Хочу сказать, что нашему городу было необходимо женское пространство, исходя из наших религиозных убеждений, чтобы мы, женщины, могли спокойно собираться, не беспокоить. Все равно мы чувствуем какой-то дискомфорт в общественных местах. Здесь очень достаточно комфортно, светло, современный дизайн. И более того, я уверена, что здесь будет так же вкусно. Мы все знаем, у нас очень много кофеин в городе, который заполнен мужчинами. И многим девушкам это дискомфортно. Поэтому именно ценим за эту идею этот пространство. В центре города открылось пространство для женщин. Это очень комфортно будет для всех, для нас, и поработать, и встретиться. Особую атмосферу вечеру придавали трогательные до глубины души нашиды от представителей прекрасной половины человечества. Они были исполнены на разных языках Дагестана. Всегда и с покон веков, когда делали мавлиды, мы всегда садились даже на таких свадебных торжествах. Мужчины отдельно и женщины отдельно. И я считаю, что это правильно. Проверили зрители на знания истории родного края. На вопросы о народных традициях, великих личностях и про географию республики девушки отвечали с энтузиазмом. За правильный ответ и женский отдел просвещения при Бухтеате Дагестана подготовила и подарки. Значимость отдельного помещения, отдельного пространства для женщины, оно на сегодняшний день очень актуально. Почему? Потому что женщина работает и место для досуга она тщательно подбирает. А здесь отдельная именно женская территория, где она вдали от посторонних, от чужих глаз может провести спокойное время за чашечкой кофе с подругами. Деловые встречи провести и просто любое маленькое мероприятие, даже провести отдельно именно в женском кругу, это является очень актуальным на сегодняшний день для женщин. И вот он кульминационный момент – презентация нового меню. Красочные, аппетитные и полезные блюда не оставили никого равнодушным. Мы готовились к этому, наверное, больше полугода. Мы хотели именно открыть женскую территорию, такой уголок для женщин, для девушек, где они могут спокойно посидеть, расслабиться, пообщаться с подружками, например, с родственниками. Комфортно отдохнуть, вкусно поесть, выпить кофе. В «Энерде» при переводе с итальянского означает «пятница». Ресторан находится рядом с Джума Мечетью по адресу доходаева 138. Батимат Канапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Борец Абазгаджи Магомедов стал вторым призером чемпионата мира, проходящего в Белграде. В столице Сербии наш вольник остановился в шаге от золота в весе до 61 килограмма. В финале он в упорной схватке со счетом 9-10 уступил Виталию Аруджеву из США. Сегодня ночью на медали высшей пробы претендуют двое наших вольников – хазавюртовец Ахмед Усманов и представляющий Азербайджан Асман Нурмагомедов. Весит до 57 килограмм за бронзу и олимпийскую лицензию поспорят земляки Заву Ругуев и Залимхана Бакаров, сенсационно уступившие борцу из Сербии Стефану Мичичу. Итоги чемпионата мира подведут во вторник. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова